теперь еще раз насчет пальмят и прочее я сейчас вам преподношу еще у меня есть книга она полусекретная а ее частично знает ребрик Александр Алексеевич здравствуйте вы на прошлом вебинаре были надеюсь вы сейчас тут вспоминаю вы напечатали первые две главы вы этот подвиг совершили помните команда фас и про меня вся страна забыла а вы взяли напечатали первые главы книги которая должна быть следующая но которая никогда не будет напечатана нету этих маней она называется книга по постулатов новое садоводство и вот это новое садоводство там сотни постулатов если сделать делать согласно постулатов все остальное выглядит смешно и всякой херней выглядит почему я привожу свои доводы я никогда кто-то говорит пальмята и будет там полно год-два-три а потом дерево умрет вот все что будет та же пальмята и прочее извращение я вам сейчас преподношу как я понимаю вы видите подсолнухи вы знаете что когда солнце будет перемещаться влево они голову повернут вправо мы сейчас на север и на юге не знаю если солнце будет в ту сторону правую все головы повернутся вправо вот внимание один из постулатов основополагающих тех которые не знает ни один человек потому что еще раз говорю книгу напечатать денег нет итак постулат железа форма ребра жесткости и генетически управляемый наклон листьев обеспечивает максимальный синтез растений не поняли о чем я тебе о том что я это последнюю минуту а вдруг завтра мне не будет я не успел сказать один из важнейших постулатов здесь поворачиваются солнцем эти самые у них шея есть она поворачивает это этот самый головку этого самого подсолнуха а как дерево оно сразу зная имея еще раз на исторической родине раз вот без всякого вмешательства человека два упало на зиму проросло зерно три и вот оно выросло идеально и у нее не сто процентов а тем более год за годом часть уходит в день но оптимально максимальная площадь листьев охвачена фотосинтезом то есть вот видите как теперь берется умника их много часть срезал вырезал просто вырезать это осветлять будем как можно при этом считать что фотосинтез прибавится но подумайте будущее листья отрезан а бычереза когда это да прям с листьями режут прям с листьями в ростоке спадает дерево болевает хереет на него налетают дыр понаделали все и это считается нормой а я сразу вам говорю ребята вот это вот максимально да оно не может поворачивать оно так и будет но уже заранее все генетически манер не полный стопроцентный а максимальный фотосинтез то есть дерево уже знает другое дело когда дерево переезжает как правило все гоносею ну вспомните а ушел нас росло тысячи лет назад а ничего вот так вот почти ничего и съедобного ничего и вот она переехала тысяч этих самых идут начинается один издевательство мы должны обеспечить максимальное количество листьев значит все это том числе и пальмета где как минимум половина веток оставляем ветки направо налево а взад вперед эти отрезаем все не верю ни в какие 30 50 этих тонн с гектара не верю ну на одно дерево получилось посчитали по умножили сколько дерево на гектар но одно это еще не значит тысяча деревьев понимаете вот такие дела вот этот постулат он наиважнейший и еще раз да я не стараюсь в последний раз помните о нейтралитет помните этот самый там мы с тем же курдюмом так он на своем конце деревни никого не трогать вспомнили евдохимов а я на своем конце дерева никого не трогаю вот да и на том никого не трогаю почти вот кто первый не начал и вот получается что берется дерево я потом раскрывать это все буду но для этого книга должна быть несколько фотографий как дерево растет как она начинает раскрываться как она раскрывалась под урожаем и никаких секаторов никаких страшных ран нормально нормально этого нет вот давайте так чтобы 2 3 года плода носил это коллега с тремя яблоками с тремя грушами и вот получается это а нет мы самые гуманные все вот выслушали железо выслушали тех кто изувечил дерево нет мы гнуть будем ребята когда вы гнете меняется расположение листа по отношению к солнцу когда кто-то режет тут еще другое вот получается вылезал а потом это все равно пространство вот это прореха в кроне она все равно зарастает ни разу не замечали а вот начинается с зарастанием бороться и уже калечите как написано абрикос называется ежегодный обрезок ну один раз дуру нарезал потом на пятник еще гуси груши как они загущаются вы теперь поняли о чем я говорю никаких вот этих вот этим вы не поможете лист изменил положение раз увеску загнули это важнейший постулат не трогайте дерево вот и прямо буквально два часа назад мой брат вы его знаете или владимир железу моя вторая как бы сказать половина нашей бригады присылает мне очередной там антона в огонь там куча подписчиков т т т т там вот эта фотография да караул же это под ней я не стал уже это да мне времени не было если еще скопировать что там написано караул грибы напали заметьте не человек напал грибы напали и и дальше он перечисляет десяток а может больше наименований ядохимикатов и этих которые с грибами борются и прочих этих самых в общем длинный 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 идите и закупайте все это подписаться эксперт так вот эксперт никогда мне было это там буквально все это разжевывать извините что-то не сказать слова вы и вот смотрите увеличиваю почему здесь боковые ветки целая центральная умирает грибы напали грибы напали на уже на больное дерево они никогда не трогать здорово еще ближе ну глаза-то разуйте вы зачем ветки вот эти отрезы вот рано вот рано вот рано где вот эти ветки вот эти нижние сильно густо было для вас вот это густо было вы же ветку центральную искалечили так вот эти что туда перестала пища поступать вот меня сейчас он слушает ну ладно там 30 человек ну через неделю будет 300 400 если повезет 500 ну эти 500 секс спросить кто прав я грибы напали пищеваради на здоровом дереве вот они ветки боковые они она уже не она уже не здорово знаете почему не здорово во первых его не раз опрыскали я слепой мы слепые с вами вы видите что листья которые должны быть чистенькими абсолютно от чего его спасали вы же видите когда раствор всякая дрянь и которой полили на дерево высохла вы видите что такое раз а вот это вы видели а на хрена ты его берет а ты чего его спасал а штамм зачем ты его делал чтобы больше забираться вот тут ветки должны расти вот тут они наверняка отрезали вы смотрите сколько добра я забрал а теперь кому верить мне или этому самому эксперту так и на при сверке давай давай он опрыскал нашу голову ветки то зачем отрезал вот это вот они рады я что слепой вот так вот я дальше дураку понятно их потом еще в отрезал вот это будет до конца время а это когда нач Там Яска А А А А